Сегодня у нас в выпуске, бесстрашные зверьки, которых очень любят люди, и часто заводят их в качестве домашних питомцев, и не очень любят змеи. Они быстрые, проворные и очень смелые в животные. Встречайте, мангусты! Перед началом, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Начинаем! Обитают они в Африке и в Азии. В длину достигают 80 см и весят в среднем от 300 г до 1,5 кг, в зависимости от вида. Есть вид, который может весить до 4 кг. На вид небольшие и милые животные, с короткими лапами и мехом, дает обманчивое представление об этих зверьках. Быстрота реакции, наглый и неуступчивый характер, да и еще коллективная помощь, позволяет им неплохо существовать в таком опасном континенте, как Африка. Мангуст не является животным-одиночкой, живет обычно в группах, достигающих 50 особей. Ведет как дневной, так и ночной образ наземной жизни. Большинство бодрствующего времени, мангуст находится в охоте за пропитанием. Его всемирно известная ловкость и скорость позволяют охотиться даже на быстрых мелких позвоночных млекопитающих, таких как мыши, крысы, небольшие птицы и даже беспозвоночные змей. В том числе и ядовитые. Некоторые виды являются всеядными и кроме животной пищи употребляют растения, фрукты, ягоды, орехи и различные семена. Из, за своей необычности в виде охоты на ядовитых змей, этих млекопитающих очень любят в Индии и очень часто заводят мангустов как домашних животных. Причем зверек отлично приживается и приучается к домашним условиям и довольно непритязателен к домашней пище. Некоторые предприниматели в этой стране специально разводят этих млекопитающих и, на рынке, любой желающий может купить животное в свой дом. У мангуст отличное зрение, обоняние и слух. У некоторых видов еще хорошо развито осязание. Мангусты издают различные звуки, виск, рычание, удахтание, лай, мурлыканье, отрывистые высокие выкрики. Каждый из них имеет свое значение. Благодаря различным звукам, мангусты общаются между собой, сообщают об опасности. Некоторые виды мангустов ведут в основном одиночный образ жизни. Им приходится куда более сложнее защищать себя в случае опасности. Отдельно стоит поговорить о противостоянии мангуста и кобры. В некоторых местах они являются злейшими врагами. Мангуст любит лакомиться яйцами присмыкающихся. И если кобра заметит это, то она без раздумий будет защищать свое гнездо. Также мангусты нападают на змей, когда встретят их в открытом пространстве, где им будет удобно совершать прыжки. Мангуст научился бороться против кобры. Он знает характер ее выпадов и молниеносно отвечает на них. Например, индийский мангуст смело сражается с королевскими кобрами. У него нет иммунитета к их яду, побеждает он за счет скорости реакции. Зверь успевает заметить начало атаки змеи и увернуться от ее броска. Прыжок мангуста быстрее его взгляда и выпады лав. Но так легко зверьки могут справиться не со всеми змеями. Все же в большинстве случаев победителем выходит мангуст. Его броски более точные. Посмотрите, как он одним ловким движением хватает змею на дереве. Его тактика изматывания заставляет змею ошибаться. И этой возможностью потом пользуется мангуст укусом в голову. Не только змеи становятся добычей мангуста. В принципе любое животное, которое весит меньше 10 килограмм, рискует быть объектом нападения мангуста. Даже некрупный варан или другие крупные ящерицы рискуют быть съеденными мангустом. Но все же когда мангуст одиночка, у него много врагов и высокий шанс умереть при битве с более крупными животными. Заклятый враг мангустов – это хищные птицы, которые парят высоко в небе и нападают на невнимательных животных. Также крупные хищники, такие как лев, леопард, убивают мангустов, если заметят их вблизи. Единственный шанс им спастись – это спрятаться в нору. Поэтому они часто объединяются в группы, чтобы своевременно обнаружить врага и дать отпор им. В каждой группе есть свои дозорные, которые сообщают об опасности. С мелкими налетчиками представители семейства пытаются бороться группой. Встают в круг и хором издают угрожающие крики. Если и это не помогает, то мангусты активно используют когти и зубы. Как, например, с дикими собаками, которые так и не смогли прорвать оборону мангустов и были вынуждены отступить. При нападении на змею группой, один мангуст отвлекает на себя, а другие кусают змею, изматывая ее. Также эти назойливые зверьки, периодически достают и других животных. Здесь видно, как их группа предпринимает попытку забрать у обезьян еду. Те, в свою очередь, конечно, категорически против этого. А здесь видно, как они уже не оставляют бабуина, у которого тоже терпение нежелезное. Единственное животное, которое рад мангустам, это бородавочник. Он специально ложится на спину, чтобы мангусты убили вредных насекомых и личинок. Это своего рода спа-процедуры для животного. По итогу можно сказать, что у мангустов один из самых быстрых реакций в животном мире. Мангусты важны для здоровых экологических сообществ, ибо они снижают количество вредных насекомых. Человек издавна использовал их для борьбы с ядовитыми змеями и крысами. В Африке и Южной Азии ручных мангустов держат в качестве домашних любимцев, поручая им борьбу с грызунами и рептилиями. На этом у нас все. Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok